Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сейчас я поставлю вам отрывок из беседы с профессором Исаевым про воду. Кто не знает, что это за человек, поверьте, стоит узнать. Посмотрите мое видео про то, как в СССР создавали настоящие БАДы, когда за их созданием стояла академическая наука и миллиарды рублей, без преувеличения. Так вот, ссылку на это, самое важное видео, я оставлю вам под этим видео. Так вот, а это видео, которое вы сейчас начали смотреть, это попытка спасти людей, которые вроде и слышали что-то, и даже что-то знают, но все одно, не пьют воду, почти не пьют. А если пьют, то не воду, а чай, кофе и тому подобное, думая, что они пьют воду, какая разница, это же жидкости. Нет, именно что жидкости, именно что растворы, но не растворитель, только вода является растворителем. Так вот, как организм теряет воду? О том, что пить надо только воду, и сколько надо пить, и почему надо пить именно столько, и прочую важную информацию вы сейчас услышите от профессора Исаева. А то люди думают, раз жажда нет, то и дефицита воды, значит нет, организм, мол, сам подскажет. Это неправда, это большая ошибка и самообман. Первая часть этого видео именно об этом, а вторая о загущении крови из-за дефицита воды и повышении в связи с этим артериального давления, от которого в основном и бывают все инсульты. Об этом надо знать всем, сколько бы лет вам не было, и с молоду узнать об этом лучше, чем когда вы уже пожилой человек. Ну а в конце видео будет самое главное. Итак, приятного просмотра, начинаем. Эмирол – это богатейший, в общем-то, продукт. В состав эмирола, помимо вот длинноцепочных жирных кислот, как и коза, пентаяновая, докоза, гексаяновая кислота, включены кокосовое масло, селенид натрия, альфа-токефирола, ацетат, витамин Е. То есть вот эти компоненты придают вот эту особую значимость для него. Ну практически вот мы эмирол начали использовать, рекомендовать при таких нарушениях, как герпес, различные, скажем, простудные заболевания, вызывающие вот этот герпес. И оказалось, вот применение вот этой композиции очень эффективное. Ну то есть помимо вот эмиристиновой кислоты, мы еще добавили туда лауриновую кислоту. Вот присутствие вот этих двух кислот придали именно антикакую-то какую-то вирусную направленность. Помимо того, что мы получили в длинноцепочных, в развитии, скажем, особенно мозга, сердечно-сосудистой системы и в борьбе с жировым гипотозом, ну вот эти новые добавления придали способность антиоксид, значит, противовоспалительную активность. Вот этому компоненту. Препарат может, этот продукт используется для профилактики заболеваний различного генеза. Особенно полезен для людей, склонных к инфекционным заболеваниям, а также при нервных расстройствах, при переутомлении, преодолении стрессов и депрессии. Но это достаточно часто появляющееся вдруг состояние в организме человека, который испытывает особенно дефицит воды. В общем-то, человек не научился по-настоящему устранять вот этот дефицит. На самом деле, ощущается, что нет у меня жажды, поэтому я не пью лишнюю воду. Зачем перенагружать организм? Ну, надо понимать, наш организм так устроен, что у нас потеря воды идет непрерывно. Мы теряем некоторую воду, скажем, количество воды. Ну, скажем, мы дышим. Вот, чтобы обеспечить свое дыхание, мы примерно тратим пол-литра воды. Каждый день безвозбратно выбрасываем. Без этой воды, без паров вот этой воды, мы не сможем избавиться от углекислого газа. Второе – потеем. Достаточно, в общем, многие токсичные вещества мы теряем с потом. Именно пот позволяет нам очищать свой организм. Или еще слюна, скажем, та же слюна. Мы сплевываем часть воды. Моча. Мы теряем воду с мочеиспусканием. То есть, вот вместе, если взять все эти потери, примерно 2,4 литра безвозвратных потерь воды ежесуточно. Поэтому мы написали рекомендации свои, практически, даже для профессорского состава. Каждые полтора часа жизни нужно выпивать стакан воды. Именно воды. Никаких ни жидкостей, ни компоты, ни лимонады, ни пепсикулы. А именно пресной воды. Вот заменителем, как растворитель, никакая вода не может быть. Никакая жидкость. Именно пресная вода. Вот она, ее, каждые полтора часа стакан воды. И тогда дефицита не будет. Ну, что получается вот при этом дефиците? Ну, например, вязкость крови увеличенная. Сердечно-сосудистые нарушения от 57%. То есть, это достаточно. Ну, скажем, то, что мы отметили, коронавирус. И, значит, опасность нарушения сердечно-сосудистой системы против коронавируса в 30 раз выше. Если взять гипертонию, в 25 раз выше опасность вот этих состояний. Поэтому нужно обязательно, скажем, обеспечивать, ну, скажем, кровь ту же. Ну, назвали в 30 раз вот нарушение кровообращения опаснее против вот этого коронавируса. В 30 раз. Гипертония практически все инсульты именно из-за гипертонии. Поэтому они очень опасны. Чтобы вот этого не было состояния. Кровь пытается извлечь где-то воду еще. С тем, чтобы увеличить содержание в плазме крови сегодня 50% воды. 50% это других веществ. Что важно здесь добавить? Под этим видео я оставлю вам ссылки на самые важные видео о воде. Не поленитесь их посмотреть. Это может вам добавить и сэкономить годы жизни. А порой просто спасти жизнь. Главное знать основные физико-химические свойства воды. Ведь она должна быть не только химически чистая. В смысле, очищенная от вредных примесей. Это понятно. Фильтрованная в городах. Разумеется. Но вода должна обладать определенными физико-химическими свойствами. Какими? А такими, какими она обладает в каждой нашей клетке, в любой ткани организма. А про это я пояснял в нескольких своих видео. Ссылки на них я оставлю. Не поленитесь посмотреть. Но посмотрите хотя бы самые главные 2-3 видео про водородную воду. Одно из которых про проточные приборы, которые меняют физико-химические свойства воды до нужного клеткам нашего организма. Знайте, что наш организм перестраивает, меняет физико-химические свойства любой поступающий в организм воды до необходимой для биохимии клеток. Но какой ценой? И вот тут-то и вопрос. И вопрос потенциала жизни, который расходуется у людей, кто не пьет такую воду очень быстро. А наш организм рассчитан на очень много лет. А вот если бы вода поступала в организм уже с этими нужными ему физико-химическими свойствами, то ресурс организма не расходовался бы так быстро. И защитные силы организма многократно были бы больше. А продолжительность жизни существенно выше. Как это и было в тех центрах сверхдолгожителей, где вода была именно такая. И люди пили именно такую воду, обладающую этими определенными физико-химическими свойствами. И ОВП, редокс-потенциал, и наличие молекулярного избыточного количества водорода в воде, и так далее, о чем я говорил в своих видео, которые я оставлю вам под этим видео, в том числе видео про долгожителей. И ссылку на плейлист с видео о долгожителях, мощнейшую мою аналитику, я вам тоже оставлю. Под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Потому эти видео просмотрите, зайдя на них по ссылкам, что я вам оставлю. Перешлите своим знакомым, кто вам дорог. И еще обязательно перейдите по ссылкам на страничку с этими приборами, которые меняют физико-химические свойства воды до нужной клеткам и тканям нашего организма. Изучите. Я рекомендую их приобрести по возможности, конечно. Это будет, наверное, самое главное. Одна из самых, как минимум, главных и нужных приобретений для вас. Тем самым вы однозначно продлите себе активную жизнь надолго. Но, помните, там главное безопасность. Это не телевизор выбирать в одной фирме или в другой. Там реально важна начинка. И это скажется на вашем здоровье. И вот, чтобы избежать проблем, под теми видео вы найдете по ссылкам всю научную информацию и о водородной воде, и об этих приборах. Начните с просмотра по четырем, хотя бы, верхним ссылкам, которые я вам оставлю прямо под этим видео. Нажимаете слово «Еще», открываются ссылки. И первые, самые главные. А сейчас рекомендую вам потратить еще две минуты вашего времени и послушать очень важную мою рекламу. Не каких-то чужих товаров, которые видеоблогеры рекламируют, чтобы финансы были для жизни и развития своего канала, а мои, за которые я лично отвечаю, которые, в отличие от кучи всего ненужного, жизненно необходимы каждому человеку. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела «Отзывы» и «Новинки». Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на YouTube для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня YouTube-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет – измеряйте среду обитания. Ну где вы живете и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение. И себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на Telegram-канал, который дублирует YouTube. Мало ли что с YouTube будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Внимание! Нам нужен водитель со своей машиной, кто проживает в городе Зеленоград, либо близко от него, то есть Лобня, Химки, Красногорск. Пожалуйста, пишите. Под этим видео будет оставлена почта, куда вы можете написать в произвольной форме, что вы заинтересованы предложением работы водителем. То есть развозить заказы наших клиентов по Москве и в транспортные компании для отправки в другие города и страны мира. Разумеется, человек должен быть нашего мира и мировоззрения, то есть не употребляющий алкоголь, не курящий, ну и очень желательно веган. Ждем от вас заявки. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok